Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Исаия, обратимся сейчас к 26 главе. После прозаической вставки в конце 25 главы, здесь, в 26, снова начинается гимн, песнь, построенная как поэзия. Хотя, может быть, с точки зрения современного читателя, поэтичность и не вполне бросается в глаза. Тем не менее, пророк говорит снова о том дне, когда Бог посетит землю, она будет опустошена, потому что она осквернена беззакониями людей. Но в этот день опустошения и ужаса Господь воцарится на Сионе и даст убежище бедному и защиту от бури нищему. И вот соберет трапезу для всех народов, отрет слезу со всех лиц, соберет Бог людей своих, которые на него уповали. И вот тогда, в тот день, будет воспета песня «Сия в земле Иудиной». Спасение дал он вместо стены Ивала. Город крепкий у нас. Во-первых, посмотрите, конечно же, то, что здесь названо спасением, отсылает читателя к предыдущим нескольким строкам или нескольким абзацам в 25 главе. Спасение – это когда Бог стал сам убежищем для бедного, сам стал защитой от бури, убежищем нищего в тесное для него время, когда уповающие на Бога оказались правы, и это выявилось, это стало видно. Вот, собственно, что называется спасением, когда Бог отрет слезы со всех лиц, когда оправданы будут люди, которые, несмотря ни на что, доверяли Господу Богу Израилеву. Не те, кто накопили достаточно себе бонусов благотворительности или кто насобирали себе много бонусов еще каких-нибудь подвигов аскетических. Нет, вместо стены и вала спасение – это когда Бог оттирает твои слезы, когда Бог становится для тебя, бедного и нищего, защитой от бури, и ты на него уповаешь, на него одного надеешься. И вот этот гимн дальше продолжает «отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину». Имеется в виду, так это видит пророк, что Иерусалим, в общем, разрушается, и все то нечестие, которое там процветает, а его там полным-полно, как в любом человеческом поселении, тем более в столичном городе. Вот все это выметается и входит остаток Израиля, народ праведный, хранящий истину. Исаия в этой главе обращает внимание именно на людей, которые входят в остаток Израиля и которые доверяют Богу, которые живут этой правдой. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, потому что на тебя он уповает, говорит пророк, уповаете на Господа вовеки, потому что Бог есть твердыня вечная. Вот посреди всего этого кошмара, когда людей все время пугают какие-то вести о том, что с этой стороны грядет война и с этой стороны грядет опустошение, а с той стороны еще засуха или еще что-то. И в общем, прям как в телевизоре, где тоже все со всех сторон пугает. Вот уповайте на Господа вовеки, потому что он есть твердыня вечная. Он есть твердыня вечная. И это, собственно, упование, доверие к Богу, это и есть то, что на самом деле называется верой. Не убежденность в том, что Бог существует, в этом-то только безумец может усомниться, но уповайте на Господа вовеки. И вот дальше пророк говорит о том, что все превозносящееся, исполненное гордыни, злодейство и греха, и нечистоты, все это повергается в прах, и ноги бедных, стопы нищих попирают все это. Обратим также внимание, что для пророка Исаии, конечно, здесь слова «нищий» и «праведник» становятся практически синонимами. «Бедный» и «преданный Богу» практически одно и то же означают. В известном смысле мы встретим этот взгляд также у евангелистов, по крайней мере, у Марка. Здесь в 26 главе Исаия говорит «Господи, мы уповали на пути судов Твоих, к имени Твоему, к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша». Речь, таким образом, идет о некоторой группе, с которой пророк и себя тоже сам отождествляет, потому что дальше он повторяет то же самое. «Душою моей я стремился к Тебе ночью, и духом моим буду искать Тебя». Таким образом, речь идет о том, что пророк знает, кому надо доверять, и пытается это именно исполнить, уповать на Тебя. Обратите внимание на вторую половину девятого стиха, совершенно драгоценную. Пророк говорит вот что. «Я буду искать Тебя где во внутренности моей». Оказывается, он отлично знает, что Бог не в рукотворенных храмах, не в этих всех сооружениях архитектурных, которые там практикуют сооружать всякие разные язычники, не в этом всем. Нет, нет, не в силе, не в воинстве, не в страхе и не в грохоте, во внутренности моей. Я Тебя буду искать внутри, в своем сердце, с раннего утра. Духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей. Вот этот путь богомыслия, путь поиска Бога, он для пророка, в общем, единственный. Единственный, потому что он предполагает, что Бог говорит к людям в глубине сердца, во внутренности моей. И поэтому он собирается именно там Бога и искать. И это чрезвычайно важная вещь. «Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Это все тот же девятый стих. И дальше еще в десятом та же мысль выражается по-другому. Если нечестивый будет помилован, не научится он правде. Вот о чем здесь пророк говорит, что люди живут на земле, злодейски злодействуя большинство. Немногие уповая на Бога и исполняя правду Его. Но наступает такой момент, когда все последствия нравственного выбора каждого человека проявляются. Когда суды твои совершаются на земле. На кого ты уповаешь? На Бога или на силу, на язычки богов, на идолов, на все что угодно. И вот тоже оправдание или осуждение. Вот этот суд совершается на земле. Результаты своего упования ты получаешь. Они становятся прямо перед тобой очевидностью, потому что опустошена вся земля. Помним, что речь идет о дне посещения. И вот тогда люди, которые живут на земле, научаются правде. Бог приходит, говорит здесь пророк, не для того, чтобы покарать. Ну, собственно, вообще об этом речь еще не идет напрямую. Но для того, чтобы правда была проявлена. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде. Будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Таким образом, Исаия доводит до конца свою историческую парадигму, говоря, что вот приходит Бог, и последствия нравственного выбора падают на головы всех людей. И если этого не будет, если отменить это дело, эти последствия, в первую очередь для Иерусалима, то нечестивый не научится правде, если его помиловать. Он предполагает, что Бог вообще-то планирует, хочет помиловать. Но если это сделать сразу, нечестивый не научится правде. А надо, чтобы именно это произошло, потому что это путь к спасению, путь на ту трапезу Господа, которую он приготовил для всех народов. Пророк молится и славит Бога и говорит, Господи, ты даруешь нам мир, потому что всякое нечестие, оно обретает свой конец, погибает перед лицом Бога, погибает. И тогда нечестивый может научиться правде, а не злодействовать в земле правых. И пророк благодарит Бога и славит за то, что вот это посещение и это истребление все-таки было, все-таки происходит. Очень неожиданный взгляд. Для современного читателя нелепо, невозможно дико благодарить Бога за его посещение, которое – опустошение всей земли. Логика пророка как раз наоборот говорит о том, что если бы ты оставил нас на наших путях смерти, мы бы погибли окончательно. Но ты пришел и противостал нашему греху, посетил и истребил тех, которые злодействуют в земле правых. Нам всем противостал, и мы все теперь меняемся. И ты умножил народ, прославил себя. Остаток Израиля, о котором говорит здесь пророк, в бедствии искал Бога и изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его. Таким образом, он говорит о том, что люди, которые действительно Бога знают и понимают, где правда, где ложь, где жизнь, где смерть, они молятся в тишине, когда наступает этот день бедствия. А народ в целом, или остаток, вот видите, здесь в 17-18 стихах Исаия применяет еще один довольно распространенный прием, если хотите, образ или троп в Священном Писании, кстати, и не только в нем. Он говорит о том, что как беременная женщина мучается, вопит от боли, и так мы были перед тобою. Были беременны, мучились, рождали как бы ветер, спасение не доставили земле. И речь идет о том, что мы, люди, не можем доставить земле спасение, не смогли. Вот мы были беременны, мучились и рождали как бы ветер. Тоже через несколько столетий почти дословно отсюда черпает одну из своих важных мыслей экклезиаст, говоря о суете и погоне за ветром. Вот хотели дать спасение всей земле, мы там, образец, а родили ветер, потому что все это вот ничто перед тобою, ничто перед Богом. Мы все вот так жили, говорит Исаия, но тот, кто входит в остаток, он в этом бедстве и тебя искал. И поразительно то, что дальше он говорит о странной победе Бога, неожиданной, непонятной, как это так происходит. Мы пытались доставить земле спасение у нас, ничего не вышло, кроме ветра, ничего не родилось. Но ты, Боже, когда ты посетишь народ твой, а живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Вот пророк видит, он помнит, помнит всю эту картину опустошения, в которой все высокое превознесенное, все отмеченное печатью зла, все неуповающее на Бога, все погибает, люди гибнут. Причем мы уже с вами не раз говорили, что пророк видит эти исторические события, как неумолимую волну, сметающую всех на своем пути. И тех, кто в этот момент гордится и пытается чего-то из себя такое породить, и тех, кто изливает тихие моления. И вот пророк говорит о том, что да, конечно, очищение, когда если нечестивый будет помилован, не научится правде, вот это очищение от нечестия, оно ведет к гибели, но у Бога есть решение. Он говорит, оживут, оживут мертвецы твои, восстанут мертвые твои, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе. Роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов. Ну, конечно, у самых разных толкователей в Терчетнехристианских было миллион попыток говорить о том, что это некая аллегория, поэтическая картина, что речь идет о каких-то исторических моментах. Ну, на самом деле, уж куда уж яснее-то. Вот об этом дне посещения, дне спасения пророк говорит, как о дне, когда земля отдаст мертвецов, когда восстанут мертвые тела. И на это время Господь говорит, народ мой, войди в покои твои, запри за тобой двери, за собой двери твои, укройся, доколе не пройдет гнев. Потому что вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие. Вот, а ты скройся, ты пока спрячься, не вылезай, так сказать, на первый план. Здесь мы уже видим еще некоторый намек на будущее, на разговор о актуальной для Исаии в тот момент политике. Собственно, это пророчество в каком-то смысле говорит лидерам народа Божьего, не участвуйте вот в этой всей катавасии военно-поэлитической. Потому что вот Господь выходит наказать беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и вернет убитых.